И всем привет, ребят! С вами Стервайк и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной мини-игре. И сегодня вместе с вами мы будем делать следующие шаги. Забирать золотой контрактик и плюс забирать еще серебряные контракты, которые были куплены за кристаллы. Ну и посмотрим, что же у нас сегодня получится в рамках прохождения нашей замечательной мини-игры. Ну а если вам нравятся видеоролики, посвященные мини-игры, если вы хотите, чтобы я вместе с вами продолжал приобретать золотые контракты и проходить их, как и в предыдущем видеоролике, цель у нас набрать соточку лайков на этом видосе. Поэтому максимальная активность на данный видеоролик, подписочка на канал. Ну и конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игру в аккаунте, кстати, мой личный ТАКТАКТМП. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашей замечательной мини-игры, то мне надо вот набрать 235 очков, чтобы получить еще 10 энергии. И я решил, что мы в рамках этого видеоролика быстро вместе с вами запикаемся в какую-то матчмейкинговую катку. Ну и постараемся набить это количество очков. К слову, что касаемо набития очков на сегодняшний момент времени, то отдельный видеоролик тоже хотелось бы записать по поводу этой темы. Да, и где лучше вообще набивать очки, на чем лучше набивать очки, как это все дело работает. На эту тему тоже видос, возможно, уже даже вышел на канале. Не знаю, потому что когда выходит этот видеоролик. Поэтому, если что, смотрите, кому интересно, как чего набивается, смотрите видос на канале. Так, ну и у нас, что касаемо этой катки, бойня ЦП. Ну, в целом, наверное, мне особо здесь не надо что-либо выбирать, поэтому я могу просто на накидочку урончика сыграть на плотненькую, на аккуратненькую. И по Шурику заработать 250, да, вроде как 250 нужных очков. И отправимся вместе с вами уже проходить нашу мини-игру. Даже вот в рамках такого боя довольно легко можно уничтожать противников. И довольно большое количество урона в моменте есть возможность накидывать по бойцам. Даже не на самой удобной карте, как казалось бы, да. То есть, ну, бойня для вакуумки с боеголовками все-таки, ну, наверное, не считается лучшей картой для реализации очков. Но, мы будем пробовать это все дело делать. Ну, и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, пробуем здесь накидывать еще. Пробуем здесь накидывать. Так, ну и улетаем на респаун. 8 киллов с первого респа, 8 киллов и 140 очков. Отличный показатель. Отличный показатель. Так, ну и попробуем сейчас быстро еще отсюда накидать. Здесь у нас вот здесь вот очень неприятный боец, который не дает мне возможность делать киллы. Потому что он начинает выхиливать своих тиммейтов. Но, в принципе, в моменте, наверное, все равно получится. Все это дело реализовать. Так, и у меня уже 170 очков. Надо сейчас быстренько постараться реализовать аудишку. У меня 5 резов от страйкеров в бою. Довольно большое количество резистов используют у нас противники. Так, ну и по-хорошему нам было бы дать Сосулендру сразу в несколько танков. Чтобы вот так вот, наверное, дадим. Чтобы сразу же заполучить еще дополнительные очки. И максимум пользы принести с прожатого овердрайва. 210 очков. Остается мне еще 50 очков. Чтобы уж наверняка у меня заданка была выполнена. И отправимся вместе с вами на прохождение мини-игры. По идее, сегодня у нас есть шанс забрать уже первое устройство с этого ивента. И приблизиться уже к более ценным и более интересным призам в рамках нашей замечательной мини-игры. Так, противники здесь довольно плотно въезжают в наши респаунчики. Ну и что касаемо, кстати, ЦП, то очевидно, это, наверное, не лучший режим сейчас для набития очков. Есть как минимум 2, наверное, режима, если не 3. В которых возможность набора очков явно работает лучше. Так, 265 очков. Этого мне должно быть достаточно. Да, забираем вместе с вами энергию. Итого у нас получается 100... Сколько? 100... 130? 130 дополнительной энергии. Плюс у меня что-то еще должно было быть. А может и не было, я не помню. Была у меня еще какая-то энергия. Нет, не было у меня никакой дополнительной энергии. 25 ходов у меня сделано. Ну и 130 энергии у нас вместе с вами есть на прохождение этой замечательной мини-игры. Давайте поднимем немножко вебку выше. Чтобы вам тоже были видны ходы. Ну и полетели. Плюс 2. Перелет. Метеорита. Ну, можно так сказать. Откидочки. И еще плюс 2. Но здесь меня уже откидывает. Но все равно хорошо. За 2 хода 3 планетки прошли. Нормально. Плюс 3 интересно. Вообще бывает здесь в этом ивенте? Еще плюс 1. Но откидывает, я так понимаю, с каждой. Вот с каждой, на которую я наступал, меня откидывало. Так, ну плюс 2 компенсируем. Плюс 2 компенсируем. Плюс 1. И еще плюс 1. Отлично. Добираемся мы вместе с вами до первого устройства. Который я, если честно, уже тестировал и не один раз. И в целом, что можно сказать про это устройство. Насколько оно вообще актуально. И насколько оно хорошо подходит в рамках матчмейкинга. То есть, наверное, это около лучшего устройства. Да, если вы не смотрели обзор. Около лучшего устройства я могу точно сказать, что это жига будет. И она очень круто контрит что-то одно. Либо броненосец, либо резист. То есть, если у противника либо резист от жиги, либо броник, что-то одно имеется. То это жига работает просто идеально. Круто и четко. Если у противника и рез, и броник, ну тогда уже эта жига не работает столь приятно. И, ну, есть смысл, наверное, менять просто пушку. А так, в целом, устройство довольно-таки прикольное. Возможно, даже в рамках основного аккаунта еще запишем обзор на нее. Так, ну и у нас следующий чекпоинт. За Изидой. За Изидой на дальность, которой у меня, к слову, нет. Он тоже на основном аккаунте, которое будет устройство мне тоже полезное. И для этого чекпоинта у нас уже 4-5 метеоритов стоит. У меня есть 4 хода. Ну и попробуем посмотреть, докуда мы вообще за эти 4 хода. Долетим. Плюс 1, плюс 1. Плюс 2. Нормально. И еще плюс 1. Итого за 38 ходов я нахожусь на 40-й планетке. Что касаемо дополнительных, кстати, призов. Что я вообще еще получил. 10 ультра. 10... Ой, 12 обычных. 15 недельных даже дали. 4 ядерки. 200 припасов. И 400 нитры. Ну, в целом, наверное, неплохо. Неплохо. То есть, если посмотреть на количество моих контейнеров. Сколько у меня уже контов? 905 ультра контейнеров. По устройствам, кстати, тут такого сверхъестественного, наверное, нету. 905 ультра у меня уже. Ну и снова 230 у меня уже обычных контейнеров накопилось. Что касаемо обычных контейнеров, то я в очередной раз хочу накопить их тысячу. И открыть на видос. Поэтому будем копить тысячу и будем открывать. Недельные. Ну, наверное, просто пока пусть копятся. В целом, их мне особо сильно, наверное, не надо видеть и тратить. И как оно есть, так оно пусть и есть. Так. Что касаемо дня НЛО. То здесь, получается, у нас появились новые заданки с обычными контейнерочками. Кто-то ожидал, что еще появятся с энергией задания. Но, очевидно, что с энергией заданки у нас не должны больше появляться. Тот, кто думал, что они еще будут, тот, очевидно, ошибался. Пишите, как у вас вообще мини-игра складывается. В целом, наверное, я пока что доволен результатом. Доволен тем, как у нас все это дело идет. Еще и игра у нас, получается, вчера довольно непонятно работала. Какие-то додос-атаки были. Соответственно, я надеюсь на то, что и какие-то бонусы будут в рамках этого мини-игрового ивента. И, может быть, какую-то еще компенсацию в виде энергии мы получим, которая тоже пригодится для прохождения этой мини-игры. Поэтому пишите, как у вас складывается мини-игра. Докуда вы дошли, сколько ходов сделали, сколько уже планет набрали. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Поддержите видос лайком. Как я уже сказал, сотка лайков. Покупка еще одного золотого контракта и его прохождение. Но, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok